Глава Раменского городского округа Виктор Неволин, а также председатель комитета по образованию Наталья Асеева посетили Власовскую школу номер 13. Здесь продолжается строительство нового корпуса образовательного учреждения, рассчитанного на 450 учебных мест. Большая пристройка поможет перейти на односменный режим обучения. Начали в прошлом году школу. Задача завершить все строительство до 1 сентября, чтобы дети 1 сентября могли пойти в школу. Назвать это пристройкой достаточно сложно, потому что основное здание всего лишь 2500 квадратных метров, а пристройка 7000. Поэтому это полноценное здание, которое позволит школе перейти на односменное время работы. Пристройка к Власовской школе номер 13 готова практически на 70%. На объекте ежедневно трудится более 70 человек. Работает 5 единиц техники. В новом современном здании появятся спортивные и актовые залы, 45 кабинетов различного назначения, учебные классы и лаборатории. Новые современные кабинеты с оборудованием. Это будут кабинеты химии, физики, технологии. Здесь очень интересно будет представлено как раз именно это направление, технологическое направление. В настоящий момент продолжаются работы по устройству кровли здания, монтажу внутренних инженерных коммуникаций, фасадной системы и витражей. Наша задача на сегодняшний момент еще подумать о расширении пищеблока, потому что существующий пищеблок не может уже вместить то количество детей, которые будут обучаться теперь с 1 сентября, надеюсь, в одну смену. Вот именно поэтому мы сегодня приехали с главой, с Виктором Валентиновичем Невольным, для того, чтобы посмотреть на тот формат работы, который предстоит в обязательном порядке сделать нам в июле и в августе, чтобы уже 1 сентября обновленный пищеблок встретил ребят. Ученики начальной школы Власовской СОЖ номер 13 останутся в старом здании. Для них уже готовы благоустроенные детские площадки. В рамках строительства пристройки в том числе предусмотрены работы по приведению всей пришкольной территории в порядок. Искренне надеемся на то, что инфраструктура пришкольная, уличная будет очень современной, очень благоустроенной, будет радовать глаз. Здесь предусмотрена в том числе и посадка зеленых насаждений. На школьной территории ведется строительство и спортивных объектов, которые попадают под губернаторскую программу «Открытый стадион». Также к новому учебному году обновят спортзал в старом здании Власовской школы номер 13. Екатерина Фролова, Андрей Пластунов, Егор Кабанов. Раменское телевидение.